я обещала пришла в магазин где продают соли всевозможные вот лампы я не буду сейчас пока ничего рассказывать света нам все все расскажет вот такие вот внутри со всевозможными садами тут камушки вау как классно вот подарочки такие укомплектованные если кто кому хочет подарить здоровое питание здоровый образ жизни ух ты как красиво у вас все оформлено такие как кирпички соль сделали все написано в немецком расскажем на русском ой как красивенькие какие бутылочки приятно даже брюки взять все сказано запаковки света пока занята сейчас освободится и нам все расскажет доходчиво она спец в этом теле а нет пошел кадр смотри наша фирма работает с горными солями у нас есть 6 разновидностей с морской солью мы не работаем потому что моря сейчас загрязненные везде микропластик везде стекла ну ты сама знаешь пакеты плавают в морях мы из-за этого с морской солью не работаем наши соли и миллионы лет их добывают из гор иногда некоторые горы там до 30 до 3000 метров высота добывают оттуда вот есть специальные мины откуда их достают да они все шесть разные из разных регионов в основном у нас все я работаю с него смотрю на пакистан какие соли гималайская соли навсегда спадешь нам руку clay bless your star это вот это вот гималайское сою as это из пакистана она считается самая дешевая потому что очень много месторождения очень много где ее добывает из-за этого она дешевая это тоже гималайское мы еще не такああ это но нет opportunities до конца гималайского вот вот это вот полка это все Muy spray spray вам в разных распособках украшения н monde пр piston как вот она добывается закан кrendите counts на наши соли чем хороши то что их достают из горы размельчают высушивают на солнце и ничего с ними больше не делают их не обесцвечивают их не обрабатывают ничего не делают из-за этого наши соли они в себе все имеют минералы полезные вещества всякие очень много элементов в каждой из этой соли содержится 84 разных элемента ух ты вот пакистанские соли например гималайская соль она считается не очень соленая она более приятная мильд как мы говорим да вот да и самая дешевая еще одна которая у нас мильд это карпатская соль карпаты это украина тоже добывают ее с гор она тоже не сильно соленая она очень приятная соль белого цвета еще добавлю в гималайской соли например содержится очень много магнезия вот у кого не хваток магнезия вот очень много беременных или у кого вот у женщин проблемы с циклом да всегда прописывают магнезий вот в этой гималайской соли поэтому она его такого цвета а из-за того что в ней очень много магнезия содержится поэтому если в организме нехватка магнезия всегда мы советуем покупать гималайскую соль или вообще допустим из-за того что она дешевая мы ее добавляем в воду для варенья например там макароны варишь или суп добавляется в воду вот эта соль а потом уже для специй у нас есть отдельные которыми ты потом в конце добавляешь специи вот карпатская соль в ней очень много кальция в карпатской соли она богата кальция кальция замечательная для костей вот потом у нас есть альпийская соль у нее такой красивый цвет она трехцветная альпийская соль мне очень много железа в альпийской соли это вот альпийская не концентрирует телефон странный как ну пальцем наведи просто он не знает на что ему концентрироваться вот потом есть персиензальц это персидская соль это одна из самых редких и очень редко встречается в голубом цвете персидская это калий в нем очень много калия в персидской соли вот эта персидская соль как я и сказала особенно вот эта голубая соль в ней особо много калия и она самая редкая считается и у нас она как раз таки есть ух ты вот потом у нас есть халидзальц халидзальц она белая вот именно из этой халидзальц назвали кёникзальц потому что халидзальц и есть кёникзальц ее свое время взвешивали как золото она прозрачная как стекло вот такие месторождения вот так она находится в горах она прозрачная прям как слюда вот и раньше она была на вес золота именно вот эту соль получали все короли она самая солёная из всех солей она самая солёная самый интенсивный вкус у нее самый резкий это халит сальц и именно вот этот халит сальц мы добавляем во все наши гибюрцы во все наши специи потому что во первых он белый на его фоне и кажется все другие специи красивее чем если допустим розовый бы добавили во первых а во вторых и и не нужно так много для того чтобы у тебя были все специи подсоленные хорошо вот потом то что я не сказала но сказала допустим вот это девочки то что наши соли они не не накапливают жидкость в организме если ты их кушаешь они повышают давление о этот замечательно потому что в основном все вот эти соли которые ты в магазине покупаешь после них мы потом все отекаем после них у нас всякие разные проблемы а почему знаешь почему это происходит почему потому что когда ты кушаешь вот эту пресс ну как она техническую производстве до того когда ты кушаешь ту соль и и организм воспринимает как чужеродное тело надо такой степени обработанная в ней столько добавлены в той соли и и делаю чтобы она раскрашивала чтобы не было запаха чтобы не было вкуса и обеспечивают хлоркой и когда мы ее принимаем в организм наш организм ее отторгает он и не воспринимает из-за этого накапливает много воды что потом все это выгнать в этой соли 84 элемента и вот эти 84 элемента совпадают с нашим организмом в нашем человеческом организме тоже 84 элемента поэтому наш организм ее воспринимает как родную понятно интересно очень интересно так что вот такие вот у нас есть соли потом что я тебе еще хочу рассказать это может уже другой фильм снимать то что любят в нашем магазине это называется золи про эти золи очень много есть в ю тубе роликов ты можешь потом посмотреть называется золи васа вода зальц васа еще говорят в ней как раз содержатся все вот эти соли про которые я сейчас рассказывала от каждой соли понемножку человек дома заливает это все простой водой можно лайтунгс васа можно кипяченая какую ты хочешь заливаешь в каком-нибудь стеклянном сосуде это может быть баночка это может быть какая-то длинная баночка или кувшинчик без разницы главное чтобы они были закрыты водой вот эти вот соленые кристаллы а сверху крышечка должна обязательно быть нет не обязательно это просто чтобы не пыль не осаждалась ничего это чисто гигиенический такой фактор вот в течение суток у тебя эта вода настаивается ее не надо не мешать не болтать ничего ты просто ее залила и ждешь сутки на следующий день у тебя получается эта вода 26 процентов она всегда 26 будет то есть она не будет ни больше ни меньше она достигает 26 процентов солености не больше ни меньше она не делается то есть и когда ее выпиваешь что наливаешь опять свежую воду в течение двух часов она опять догоняет до 26 процентов и не больше прикольно в чем плюс вот этого настой вот этой настойки это соленая вода со всеми минералами здесь содержатся все 84 элемента и допустим вот но у нас очень много людей покупают до рассказывают в общем как советуют всегда утром ты когда встал натощак на голодный желудок берешь стакан воды пока ты еще ничего не покушала стакан воды добавляешь одну чайную ложечку всего лишь этой соли туда размешиваешь натощак выпиваешь ну и пошла там по своим делам не знаю там мыться в душ умываться зубы чистить все во первых ты убиваешь сразу несколько зайцев из-за того что эта соль в ней нету ни одного микроба она считается как не то что дезинфицирует она чистая в ней нету ни микроорганизмов ничего это стерильная жидкость 26 процентов там умирает все почему например вот это мертвое море считается таким лечебным да потому что в ней тоже большое содержание солей и она тоже убивает все микроорганизмы поэтому когда ты выпиваешь вот эту жидкость у тебя все бактерии какие-то лишние ненужные да что-то она во первых все это тебе чистит весь организм тем более вода натощак ты сама знаешь утром всегда полезно но у тебя как щетка все прошло все выгнала то что у тебя за ночь все были гниения второе то что у тебя плюс ты насыщаешься на целый день всеми минералами микроэлементами у тебя на весь день вот это вот доза 1 чайная ложечка она тебе покрывает весь твой бидарф я не знаю как это по-русски потребность всю потребность микроорганизмов господи микроэлементов элементов и минералов вот с этой золи можно делать все что угодно ее можно добавлять в еду вот с этой жидкостью поехали с ней можно делать разные вещи ее можно разбавлять водой и делать для носа спрей она допустим вот у кого весенняя аллергия на пыльцу на цветение она когда попадает в носоглотку во первых она все дезинфицирует и чистит во вторых она закрывает как сказать она не дает вот это вот пыльце которая в нос попадает разъедать твою слизистую то есть она делает как защитный слой замечательно потом на основе этого всего делают например вот у кого-то с кожей есть проблемы но и разъемнитесь есть у людей какие-то раздражения еще там перхоть например советуют именно вот этой вот солью либо ополаскивать либо какие-то примочки делать прикладывать просто да что ты будешь делать что-то он какой-то он все пошло ну может нечаянно нажимаешь где-то кто ее так не может пить тут может например также в салаты добавлять или в какие-то блюда допустим тоже ну кушаешь да я например салаты добавляю потому что я так вот и на основе вот этой вот жидкости делаются наши пилинги наши пилинги вот допустим тестер да там нету никаких добавок это чистая соль и масла эти решили чистые bio они бывают разных запахов вот допустим как не им надо пользоваться пилинг это ты допустим идешь в сауну или ты можешь это в ванной в душе сделать ты например душ приняла у тебя тело чистое немножко в руку берешь начинаешь себя этим обмазывать соль делает у тебя убирает все отмершие частички кожи тут же подпитывается это все вот этими маслами которые внутри потом ты смываешь это все водой у тебя кожа становится как baby halt очень-очень нежная единственное единственное что тебе нельзя тебе нельзя сильно тереться потом полотенцем иначе ты все масла себя сотрешь а хвост но промок просто да немножечко аккуратненько промокнула или халатик накинула все у тебя кожа будет вся смазанная и будет убраны вот эти вот особенно если шелушение какие-то есть или вот кожа меняется есть пилинги для тела есть пилинги для лица есть маски тоже на основе вот тоже солей вот этих вот очень полезная везде нету никаких добавок это все гипплюст везде у нас стоят значки это маска потом есть цангель зубы чистить говорят что если ей чистить этой солью она соленая на вкус зубы когда не откладывается цанштайн зубы становятся белее ух ты вот ну единственный минус конечно она соленая не знаю это такое дело кто-то может кто-то не может ну вот ты знаешь соль я могу а вот все йодом йод у меня почему-то йода нету здесь в смысле как столько сколько я говорю 84 элемента содержатся но у нас нету ни одной соли как в которой было бы слишком много йода то есть если например кому-то вот щитовидкой люди приходят кому-то надо больше йода кому-то меньше наши соли считается нейтральной можно и тем и другим короче это естественно это естественно естественная соль с естественными наполнителями без всяких там добавок там нет наполнительней там есть просто микроэлементы есть только минералы это мыться гель это тоже наши бады зайцы их можно хоть в ванну добавлять две столовые ложки на полную ванну они тоже с маслами можно понюхать это все натуральные запахи это не химические какие-то это все на основе натуральных масел запах насыщенный он насыщенный потому что натуральные масла в большом количестве поэтому тебе надо на полную ванну всего лишь там две ложечки очень разные запахи есть слушай вот я в гроте-то была никогда там тоже вот этот вот присущие где-то вот что-то такое или ингаляция когда шла вот где-то вот что-то нотка вот этого может быть да потому что мы же включаем вот этот вот пар соленый чтобы люди дышали как на море замечательно они есть разные вот есть допустим да есть оранжен эль и лавендел это иншпанент допустим если ты ванну хочешь расслабиться ты берешь вот этот запах это витализирант бергамот и розмарин ах вот они разные все потом эншлякент это шлаки выводить вахольтер и лавендел да ты что краса и лавендел он успокаивает это это афродизиаки а это возбуждает хочешь любимому можешь налить это и ланг и ланг и бергамот понятно вот есть то же самое для сауны тоже можешь ими обтираться это вот сауна зальц это ванной принимать да замечательно тоже просто классно вот сейчас я все наслушаюсь и вот это вот вот этой однозначно это очень хорошая вещь и она ты ей пользуешься не один год потому что пока все эти соли у тебя растворятся я даже не знаю сколько это пройдет времени ты просто их выпиваешь как ты видишь что уже камушки показываются раз свежую воду долила за час у тебя опять 26 процентов и пока не по их не надо не мешать ее не надо мыть потому что это каймфрай там нету ни одного ни кайма ни бактерий ничего она стерильная полностью отлично очень хорошо отлично если ты за свои волосы переживаешь или у кого-то перхоть ты можешь прям ей ополаскивать или вот прям ее эту голову намочить до кожи и походить единственное где есть противопоказания в этом во всем нельзя на открытые раны потому что она будет сильно гореть но если у тебя допустим ушибы синяки отекает что-то это всегда рекомендуется принимать отлично у меня синяки вот эти не сходят вот вот прикладываешь за что-то и все и синяк очень хорошая вещь я себе тоже такое взяла слушай ну вот это вот ваш гель тоже это мыться да это мыло жидкое она нейтральная без всяких добавок без всяких консервируемых шток и без ничего тоже на основе соли да да и вот там гель отличный да и гель тоже хороший один рассказывал я смотрела по ютубу про вот эти вот соли про вот эту воду она говорит он говорит я когда утром выпиваю он говорит я этой водой еще полоскаю он говорит у меня тоже самый эффект как если бы вот с этой вот пастой он говорит также отбеливаются убиваются бактерии если проблемы с деснами или с какими-то воспалительными процессами это все убивается просто когда утром пьешь ты ее еще пополоскай отлично отлично так что вот отлично теперь давай про гевюрцы про наши специи наши специи у них у всех есть значок это сертификат это биологиши анбао они все био никаких добавок в них нету никаких консервируемых штоков и не для запаха не для вкуса ничего это все натуральное и они все веган а все веганские это все гибрюфт у нас то есть мы не можем сами ставить никакие значки наша фирма работает только с мелкими семейными предприятиями у нас нету заводов у нас выбирается какой-то семейный бетриб эти семейные бетрибы шифиня сама ездит все проверяет как они это делают чтобы все было действительно чисто и вот допустим ты сейчас снимаешь к нобляуксальц посмотри здесь чеснок видишь кусочками прикольно он это не порошок как во многих гевюрцах да а он натуральный порезанный чеснок слегка обжаренный его добавляют еще свежим в соль для того чтобы соль вытягивала ты что еще и обжаренная чтобы соль вытягивала я тебя дам сейчас понюхать чтобы соль вытягивала все запахи у тебя соль прямо насыщена он обалденный вкусно пахнет вот я натуральный одно я возьму вот это вот возьми вот это я вот потом например что я могу просто помызать сказать здесь всякие помызать здесь в основном всякие разные сорта паприки росмарин добавлен перец тоже обжаренный лук лук здесь его можно применять либо если ты курочку запекаешь очень хорошо добавлять для запечения курочки ты можешь для любой картошки его добавлять то есть это ничего другого как паприка обжаренный лучок и немножко росмарина прекрасно все это самое потому что нет ну курицу постоянно я делаю и это постоянно как-то не концентрирует но убери тогда это я тебе дам книжку там все эти специи будет написано нет ты мне рассказывает вот допустим раух кенигсальц вот это у меня любит миша мы например жарим рыбу просто в духовке любую рыбу допустим я же я тебя просто рассказывал как я это делаю да это люди по-разному пожарил рыбу потом ты берешь ее посыпаешь вот такой солькой у тебя она получается копченая и очень интересно тоже видишь все кусочками ничего никакие не концентраты никакие не это все настоящее и даже видно кайен пфэфа берк пфэфа чили индиша тига пфэфа потом у нас есть бульон вот этот бульон тоже классно короче в нем нету никаких химических добавок он натуральный и его нужно обычно любой бульон который ты покупаешь любой бульон 1 чайная одна столовая ложка кладется на пол литра наш бульон концентрированный кладется на литр одна чайная ложка на литр и вкус намного натуральнее можно короче суп варить да да я например варю нудели я варю нудели потом добавляю немножечко масличка туда и такую ложку вот этого гемюза брюя очень вкусно получается рауксальц это соль для создания эффекта копчености ты можешь пожарить что-то или сварить даже или на пару сделать и потом просто ты ей солишь у тебя создается эффект копченого у тебя запах копченого мы например на даче тоже нажарили рыбы ой пахнет правда но посыпали этой солью ее сразу получилось да как будто бы копченая единственное советую тебе до этого ее не солить потому что если ты ее еще сверху вот этим посолишь а наш соль внутри чтобы ты не пересолила та же самая история барбекю зальц барбекю вот кто-то у меня например миша любит барбекю кетчуп мы берем обыкновенный кетчуп добавляем вот этот вот гевюрц барбекю зальц у нас получается барбекю кетчуп тоже хорошая вещь слушай ну вообще классно а вот вот это вот про рыбку тоже вот про рыбку есть два варианта есть цитрон эндиль его любят либо в салаты добавлять цитрон эндиль вот гуркин салат очень вкусный с ним огуречный салат либо его добавляют некоторые тоже к рыбе вот если бы ты сейчас с собой принесла огурцы помидоры я бы тебе каждый солила бы ты бы могла пробовать еще у нас вот пробники специально есть дай понюхать вот это укроп укроп и лимон но есть и фиш зальц это специальный мишунг для рыбы я его добавляю допустим вот если в духовке делаю рыбу или мы уже пробовали на даче допустим гриле да я прям в нем иногда бывает мариную если мариновать некогда то я просто рыбу им обмазываю очень вкусный натуральный вкус короче в нем содержится обжаренный лучок в нем содержится шкурка лимона в нем содержится чеснок лавровый лист росмарин укроп и перец отлично короче здесь у тебя только два здесь у тебя просто цитролан шали и просто у тебя укроп а здесь у тебя целый мишунг нет мишунг лучше очень хороший да уранжи росмарин это апельсин росмарин тоже кто-то допустим делает какие-то для салата в дрессинге это вот в принципе любую из наших гевюрцев можно есть совсем с чем угодно потому что это все натурально там только травы и соль там ничего нету это дело вкуса поехали дальше теперь у нас есть например розензальц розензальц короче наша шефиня очень долго искала съедобную розу ты нигде не можешь найти съедобную розу чтобы запах был у нее розы интенсивный и она была съедобная она ее все-таки нашла в австрии одна единственная семья которая имеет эти розы уже из поколения в поколение ее добавляю допустим если ты что-то печешь добавляешь правда розы пахнет да как приятно да еще понюхать если ты что-то печешь то можешь добавлять немцы очень часто к яйцам вареные яйца жареные яйца она придает немножко такой вкус интересный я вот сегодня допустим делала яичницу тоже посолила сверху очень интересный тоже вкус прикольно потом есть медитеран зайц что что медитеран медитеран это итальянские травы что у нас тут содержится соль базилик орегано росмарин зальбай и тюмян это вот чисто такие итальянские дай понюхать итальянские травы у тебя на нюхай всего хорошо хорошо у нас можно еще и пробовать вот это вот кто любит итальянские травы я люблю я уже купила в магазине есть еще вот такой вариант итальянских трав здесь немножко другой состав здесь чуть чуть побольше всего и здесь как ты видишь лепестки во первых здесь есть даже цветки подсолнуха вот здесь в желтенькие даже цветки подсолнуха добавлены я тебе сейчас перечислю водоросли нури нури водоросли очень полезно это вообще очень да нури содержится соль потом нори он за и лати это короче тоже водоросли потом есть петрушка базилик орегано росмарин кориандр мята тюмян фенхель цитроненграс чили пфефер кроиц кюмель ингва куркума зенф цвибель рингель блюменблютен и розенблютен короче это большой мишунг вот это я тебе дам сейчас понюхать его это тоже медитиран тоже итальянские но только они более файн этот берем вот этот мне понравился очень тем более тем водоросли водоросли да что ты будешь делать почему у меня тут работает и я понимаю описывает и я понимаю но он у меня почему-то раньше теперь я тебе расскажу про мои любимые сейчас ты их тоже купишь вытри губы вот это мы с обожаем брод сайт кенигсальц им посыпают если ты была когда-то на бергфесте сыр и посыпают им у меня миша делает хлеб намазывает маслом сверху сыр давай попробуй ну лучше как-то у тебя руки грязные я же хотела исти попробуй прямо не бойся это обжаренный обжаренный лучок рост свибель расскажу тебе семена горчицы соль корианда паприка жареный лук и горный перец очень вкусный вот ей иногда продаются вот мы с тобой помнишь эти бреце покупали да вот вот это она это считается чисто байерский рецепт только в баварии существует брод сайт брод сайт понятия есть только в баварии и вот это брод сайт кенигсальц на любые бутерброды на любой сыр на любой кезе платы если ты делаешь а я еще думаю что-то недавний вкус какой-то я уже ела вот это он и есть это вот брод сайт потом есть бутерброд зальц это хлеб с маслом нет это 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 как это так это вот все захочешь да все хочу я все сразу себе скупила а здесь содержится смотри соль потом лук гранулят лук потому что он сильно измельченный даже на бутерброд ты делаешь перец майоран лавровый лист и чили он очень вкусно на хлеб с маслом вот просто хлеб маслом мажешь им посыпаешь хотя ты его можешь также использовать для всего я недавно писала даже я даже где-то писала не помню нету сейчас этих баночек для чего ты можешь его брать там всякие предложения допустим для салатов для каких вот он хорошо эти потом дам эти брошюды с собой там прочитаешь про каждую соль написано это классно теперь у нас есть кроет азальц слушай че кури кокос ты понюхай ее сначала кто-то не закрыл извиняюсь уже запахло кури кокос тоже натуральная тоже все био это вот хорошо для если ты индийские какие-то блюда делаешь или вот очень приятно это очень полезно берешь в рот и рассасываешь кури этот да потом есть кройта кёнигсальц тут просто все картон кройта какие только можно укроп петрушка корианда тюмиан зальбай брен эссель даже есть это крапива ух ты короче тоже все липштёкель значит такой липштёкель нет его еще маги крауд называют он тоже очень полезно немцы его на дачах выращивают не могу на русский сообразить по-русски он называется лебисток лебисток у меня на старой даче он был ну короче он тоже очень полезно это вот все гарден кройта дам тебе понюхать кто-то у нас не позакрывался соль и кройта зальц естественно ты можешь добавлять хоть во что хоть куда кройтер это есть кройтер в любое блюдо ты всегда какие-то травы добавлять да теперь здесь у нас есть мыло тоже натуральное на основе наших солей это допустим используется тоже как шампунь и и для рук можно и для волос шампунь вот у меня сейчас вот они волосы прям сыпется вот пойдет вот такое тоже пойдет это настоящий а каким пользоваться ну-ка раз как мыло намылила голову из мыла все да да сколько это для головы 795 это допустим для рук немножко другой запах мне надо для головы для рук пойдет из головы тоже потом у нас есть еще вот такие зальц бомбонс это на любителя можешь попробовать если ты хочешь они на основе в соли сделаны у кого горло болит у кого какие-то проблемы с носом простудные заболевания их просто сосешь они немножко соленоватые но они именно вот убивают бактерии там горле допустим ангина или еще воспаление как ну-ка зелененькую мне разверни немцы у нас их все хапают немцы вообще любят она поначалу сладенькая потом в конце уже немножко соленоватая так что есть вот такие вот конфетки у нас это апфель яблочко яблочко а это что такое как а это люди на подарки берут вот такие пробирочки мы туда насыпаем соль какую они выберут можно любую из солей сюда наполнить и просто на кухне как для декорации они ставят вот в эти кирпичики эти соли и просто как чисто для декорации подарок но понятно классно прикольно потом у нас есть еще эдельштайнер для воды это вот я не знаю это у меня видела или нет тоже я в кувшин делаю водой заливаю меняется структуры воды молекулярная вот смотрели же каждая капелька воды имеет свои молекулы если например плохая музыка играет или люди ругаются то страшные такие все молекулы от этих камней она становится более мягкая мы даже даем пробовать хочешь попробовать тебе налью попробуешь она намного а у тебя конфетка не поймешь но потом попьешь да она становится намного мягче приятнее на вкус ну и как говорят она заряжает энергией то есть это для энергетического баланса в организме в общем короче света да я сделаю вот солевые растворы попью помою волосы вот этими всякими да никаких врачей тебе не надо да а то и и расскажу как это у меня на волосах сказалось потому что последнее время последние три-четыре месяца у меня сыпятся волосы и кажется я в объеме потеряла в два раза совсем ты питание перестраиваешь ну да я питание мясо убрала естественно упала мышечная масса упали волосы ногти стали хуже да сегодня у меня это это все это белок это моя врач сказала что красивая красивая фигура говорит ну как и тогда ты сказала ты сахар убрала сахар и сбросила 10 килограмм из-за этого и прикольно я говорю да я не хотела она говорит еще прикольнее не хотела очень красивый теплый цвет сейчас в холодное время года очень полезно иметь вот такое у себя в квартире во первых у тебя создается ощущение уюта если вечером у тебя допустим теплый свет такой светится во вторых когда это соль нагревается это просто кусок соли скажем так здесь просто дырочка внутри засовывается лампа когда эта соль нагревается она начинает чистить воздух за счет чего идет чистка она уничтожает или как сказать перерабатывает позитивные ионы на негативные это называется ионизирует воздух вот эта лампа из этого убираются какие-то запахи убираются бактерии в воздухе ее можно вообще не выключать поставила пускай она горит там всего 8 ватт лампочка она сильно там не мотает ничего и очень симпатичненько особенно в холодное время года их всегда очень любят и у нас сейчас такое самое время когда они продаются если она тебе надоест и можешь съесть хорошо в голодный год будем грызть